здравствуйте друзья у нас вопрос о лишнем весе я так понимаю да или может быть более широкий за зачитывает светлана такая ситуация проотслеживается во многих семьях в россии то же самое происходит и в моей семье раньше 90-х годах когда было сложно жить и было относительно мало еды то к примеру моя у меня мама была худой потом ближе к 1000 году стали появляться деньги она стала набирать вес очень много таких случаях их семьях друзей раньше их родители были компактными а потом как деньги появились стали кушать много наверное того что раньше не было такого разнообразия еды люди стали много есть без нормы в том числе всякую жирную пищу вот у меня мама очень много лишнего веса набрала несмотря на постоянную физическую активность постоянно везде беды на отец нет не переедает что вы думаете по этому поводу в чем причина такой ситуации только деньги то есть деньги и появились как деньги появились так они стали много есть или есть какие-то более глубокие причины по идее с возрастом люди худеют и вроде как есть должно хотеться меньше движение все-таки меньше но давай я может быть начну дело в том что молодому человеку сложно понять родителей которые выросли в другом мире вот он он рос в условиях как бы внешнего изобилия то есть все было на полках но денег не было как появились деньги стали кушать но он не вырос в условиях как дефицита когда нет ничего не за деньги не без денег ничего нет когда появляется что-то выстраивается очередь когда все желанно когда ты хочешь его съесть уже не потому что ты хочешь его съесть а потому что это социально и ментально и и как угодно ты просто остановиться не можешь и сколько тебе не дадут вот этого вот ты ты беспредельщик понимаете этот без это беспредельность в нас вскормлена советской властью дорвался жили сейчас потом не будет давайте давай солнышко я хочу сказать еще что по сравнению наверное жизни в советском обществе сегодня гораздо больше стресса и очень многие люди заедают стресс именно пищей это про и получают от этого компенсацию и это на самом деле очень серьезный вопрос потому что это известный механизм известный механизм раз я съел каких-то карбов карпу вас углеводов да и стало легче и стресс уходит жизнь тяжелая жизнь напряженная кроме того еще такой фактор что мужчины в меньшей степени хотя тоже подвержены этому а женщины большей степени у них на старости лет меньше усваиваются вот эти жиры все и они больше откладываются с возрастом меняется обмен да гормональный гормональный фон организма меняется и поэтому женщинам очень женщинам всегда труднее сбросить вес чем мужчинам ну а с возрастом более это проявляется поскольку меняется гормональный фон и какие-то вещи перестают перерабатываться так хорошо поэтому я думаю что это самое не нужно на это смотреть на критичное потому что деньги тут ни при чем деньги не даются легкой крови стало больше денег стало больше стресса я думаю что стресс это фактор номер один который влияет на то что вес увеличивается я могу сказать вот свет если я сравню себя между скажем там 20 и 40 то я практически все это время был в одной весе если и уже здесь живя тоже но дальше что начинается что вот скажем между 40 и 50 абсолютно не меняя никаких привычек и диет ничего вообще не меня я набрал там допустим килограмм 5 между 50 и вот у меня еще нет 60 но близко значит еще столько же набрал и я это вижу когда врачу хожу он мне показывает записи он там давно меня наблюдает и он как бум 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 а я у меня ощущение что я должен быть то в одном весе я же ем то же самое и больше того я сейчас как бы даже больше за собой слежу чем раньше и и тем не менее будете поэтому помимо того что люди едят ну как сказать может быть больше жирнее там и сочнее там и так далее помимо этого есть факторы такой что когда они даже едят то же самое у них по-другому это перерабатывается и вот тебе пожалуйста вот и уровень активности пойти какая бы не активная была мама но уровень активности мамы в 50 активности той же мамы в 30 это же две разные мамы поэтому я так думаю однажды я был на лекции мы со светланы были вместе таком санатории по диетам на из нас там веганов делали и там поскольку людям трудно вот это все и приходил психолог из стэнфорда очень интересный мужик невероятный совершенно деткам и он рассказывал про психологию потери веса о том что вот люди вокруг они тебе говорят на что-то такой тоже жрать надо меньше и вот он рассказывает что 95 процентов людей которые худые услышьте меня 95 процентов говорит доктор наук из стэнфорда который этим занимается 95 процентов людей которые худые худые генетически а не потому что они на диете или там занимаются чем-то там еще что-то еще что-то еще это это говорит наука вот в следующий в том так то которую я слышал по этому поводу наверное есть кто-то еще что-то скажет другое поэтому сложный вопрос он не такой простой типа жрать надо ли это кроме того сказал еще одна вещь который не понимаешь он сказал такую вещь что исторически выживали те люди у которых генетика была к тому чтобы жир этот накапливать поэтому если посмотреть на все там стопроцентное население всего земного шара то окажется что процент людей которые склонны к полноте гораздо выше чем процент людей которые склонны быстро терять вес потому что они просто не выживали в условиях сложной добычи еды и когда несколько дней приходилось головой но кто зима в его словах тот факт что вот мы с вами сегодня существуем вот да вот мы можем общаться говорит только о том что были сотни поколений людей до нас может быть тысячи поколений людей до нас наших прямых предков которые преуспели в том чтобы выжить и размножиться выжить и размножиться выжить и размножить и и от одним из условий выживания это была способность накапливать жир и лишний вес потому что когда нету еды сегодня там добыча мамонта закончил с неуспехом то они могут три дня находиться на здесь вот поколение его мамы но может быть не его мама вот вот начинаю может быть наших родителей это пока вот поколение скажем 50 60-х 70-х вот это 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 первое поколение вообще которая жила в условиях избытка пищи они ее дефицита еще сто лет назад сто лет назад губерниями люди мерли от голодухи от тифа туберкулеза до 80 лет назад люди гибли массово тоже от неурожая в значительной степени не урожая вызванного может быть политическими событиями такими как например во время голодомора конфискация зерна у крестьян там и так далее но скажем в поволжье голодающие поволжье это 100 лет почти до 95 лет назад это не из ингредиент фискации произошло просто была засуха и все сегодня сегодня ну вот не там где мы с вами живем да но сегодня есть страны в мире где люди умирают от голода от истощения поэтому мы мы должны научиться как человечество мы должны научиться в условиях избытка вы посмотрите например вот на еды и пищи до хорошей качественной жирной там калорийный вы посмотрите например вот особенно я считаю страдают афроамериканцы у нас давайте паша они они получив доступа к этой еде не очень качественно что они в целом бедные и они покупают чипсы пицца дальше вот это вот жиры 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 сладость жиры сахара жиры сахара жиры сахара дикое количество людей совершенно бесформенных у нас тут в соединенных штатах и из-за этого из-за культуры питания пойти надо научиться жить в новом мире и это сейчас происходит у нас на глазах то есть я к тому это говорю что проблема гораздо более сложная серьезно долгоиграющая такая пойти из прошлого в будущее и мы тут вот на каком-то там отрезке на нее смотрим так что отвечая на вопрос молодого человека наличие появления денег у людей возрасте не является единственной причиной того что они начинают управляться не единственный то есть конечно если бы допустим у мамы не было бы денег вообще она бы лебеду кушала как у нас вот это полезно кино называется полезно да тут кино дорогая у нас нет ведь как лебеда сейчас в цене друзья потому что очень здоровая пища кушала мама только лебеду и водой бы запивала конечно может быть было бы похудеем вынуждено вынуждено в силу того что у нее просто возможности не сидел на антидепрессантах при этом ну подожди не надо это следующая тема у нас там есть вопрос про антидепрессанты все друзья счастливо